Итак, друзья, это Mi Box S И на нем, как видите, вышло обновление Давайте посмотрим, что за обновление Заходим в настройки Конечно, можно здесь сразу же выбрать Android System Update Выберите, чтобы узнать больше и искать Но можно, чтобы проверить, если хотите обновление Просто заходите в настройки в правом верхнем углу Потом заходите в настройки устройства Об устройстве и еще раз обновление системы И здесь уже, значит, видно, что вышло обновление И, соответственно, можно нажать скачать обновление Подождать, пока оно скачивается И, соответственно, установить его Итак, друзья, перезагрузили Теперь устанавливаем Итак, друзья, скачали, установили Соответственно, обновление Теперь что у нас появилось нового? Ну, во-первых, теперь голосовой поиск Работает и по Netflix Ничего не надо настраивать Включаем заново Давай Видите, новые функции Выполняйте поиск теперь по приложениям Netflix, Prime Video Разрешаем Далее Ну и теперь нажимаем на Открой приложение Netflix Видите, вот, все Он открыл приложение Netflix Открой приложение Кинопоиск Ну, к сожалению, тут уже не работает Он идет в Яндекс Но все равно Теперь, друзья А, да потому что здесь нет приложения Кинопоиск Вот в чем фишка То есть теперь, друзья, можно Значит По другим приложениям Не только раньше он А только с приложениями Google работал YouTube и так далее Теперь можно нажать на кнопочку Голосового управления А погода в Великом Новгороде Сейчас в Великом Новгороде 16 градусов и переменная облачность Позадавать вопросы другие Допустим Поехали в Москву Построй маршрут Вот что мне удалось найти И видите, он построил маршрут Показывает, сколько времени ехать И так далее Этой функции раньше не было Александр Сергеевич Пушкин Ну, тут он уже Когда родился Александр Сергеевич Пушкин Александр Сергеевич Пушкин Родился 6 июня 1799 года То есть расширено управление голосовое И расширен сам поиск Теперь как бы у нас поиск идет И по браузеру И по информации из браузера И так далее И тому подобное Ну, и погода Маршрут строит Показывает, сколько ехать Время И так далее И тому подобное Но из минусов То, что иногда он просто Переходит в YouTube Приложение Которое единственное Открыто Плюс по быстродействию Стало намного быстрее Все работать И вот, собственно И все, друзья Отличное обновление Скачивайте и устанавливайте Всем пока До свидания Субтитры сделал DimaTorzok